Добрый день, уважаемые участники муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по экономике 2021-2022 учебного года. В этом видео мы разберем задачи для учащихся 10-11 классов. При решении задач в требованиях, также в рекомендациях жюри для учащихся всегда звучит, что необходимо максимально, детально, подробно свое решение указывать и делать промежуточные выводы, промежуточные расчеты. Так как каждый промежуточный расчет, если он верно проведен, верный вывод может вам дать дополнительные баллы, даже если вы в итоге задачу целиком правильно не решили. Итак, в первой задаче, первая задача могла принести 10 баллов, нам известна информация об объеме спроса при одном значении среднего дохода потребителей и при изменении этого среднего дохода. Соответственно, нас просят определить дуговую эластичность спроса на данный товар по доходу и сделать вывод о том, является ли товар качественным, нормальным или инфериорным. Соответственно, эластичность спроса по доходу может определяться по формуле точечной эластичности, но нас просят определить дуговую эластичность, так как мы говорим об изменении дохода и объема потребления на определенном все-таки интервале. Мы можем, зная формулу дуговой эластичности, найти необходимый нам показатель. Ну, вот, соответственно, баллы можно было получить до 5 баллов, как раз пояснив, как находится эластичность, точечная и дуговая. Следующий объем баллов можно было получить, непосредственно рассчитав эту эластичность. При этом мы что видим? Что эластичность, коэффициент эластичности, он является отрицательным. То есть, это характеризует инфериорный товар. Почему? Потому что при увеличении дохода потребителя спрос на этот товар снижается. Соответственно, максимум за эту задачу можно было получить 10 баллов. Следующая задача. Задача, в которой рассматривается некая производственная фирма. И эта фирма действует на рынке монополистической конкуренции. Соответственно, мы можем увидеть описание ее предельного дохода. Далее, мы знаем, как характеризуются ее предельные издержки в долгосрочном периоде. И мы знаем, чему равно значение, минимальное значение долгосрочных средних издержек. И вот вопрос, при таких условиях, чему будет равен избыток производственных мощностей у этой фирмы по сравнению с условиями совершенной конкуренции. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы должны определить объем производства фирмы в условиях монополистической конкуренции. Он задается условием равенства предельного дохода и предельных издержек. Исходя из этого, мы легко посчитаем нужный нам результат. То есть, при таком объеме, точнее, такой объем производится этой фирме при монополистической конкуренции. Соответственно, если мы говорим о условиях совершенной конкуренции, тогда объем производства уже сдавался несколько иным условием. Равенством предельных издержек в долгосрочном периоде и минимальным значением средних издержек также в долгосрочном периоде. Соответственно, выполняя это условие, мы можем посчитать объем производства фирмы, какой он мог бы быть в условиях совершенной конкуренции. И разницу производственных мощностей мы можем найти как разность объема производства в условиях совершенной конкуренции монополистической. И этот результат составляет 1000 штук. Соответственно, эта задача может вам принести 10 баллов. Следующая задача, третья, может принести до 15 баллов, если она полностью правильно решена. А здесь речь идет о занятости и безработице. Мы знаем численность занятых, мы знаем численность трудоспособного, население, точнее, трудоспособного возраста. Кроме этого, указаны некоторые характеристики безработных. В частности, мы знаем, сколько безработных имеет официальный статус, то есть состоит на бирже труда, на учете. Но при этом еще есть определенная численность населения, кто не имеет работы, активно занимаются ее поисками и готовы к ней приступить. Соответственно, по методологии Международной организации труда, те, кто не имеет работы, активно ее ищут и готовы приступить к ней, относятся также к безработным, наряду с теми, кто официально зарегистрирован на бирже труда. Поэтому общая численность безработных может быть найдена в нашем случае как сумма тех, кто не зарегистрирован, но по всем параметрам относится к безработным и тем, кто официально зарегистрирован. При этом, обратите внимание, можно получить баллы, уже рассуждая о том, ну и прописывая, что такое уровень безработицы, как мы его потом рассчитаем, и что такое связанные с ним понятия, например, экономически активное население и кого мы относим к безработным в итоге. Далее баллы можно получить, указывая формулу расчета уровня безработицы, ну и непосредственно проводя сами расчеты, необходимые нам. Уровень безработицы, соответственно, отношение безработных к рабочей силе, да, то есть к экономически активному населению. Само экономически активное население – это численность занятых и безработных в сумме. Находим в следующем действии непосредственно сами значения нужные нам. Это общая численность безработных и сам уровень безработицы. Округляем до десятых, как просят задания. Таким образом, в сумме при правильно выполненных пояснениях, расчетах, можно получить по этой задаче 15 баллов. И четвертая задача. Задание для учащихся десятых, одиннадцатых классов может принести до 20 баллов. Здесь такая жизненная тоже сложная, непростая, точнее, ситуация. Когда Вера взяла в конкретном банке соседний ипотечный кредит, срок 10 лет, размер кредита 2 миллиона рублей и ставка 15% годовых. Соответственно, каждый месяц она возвращает кредит равными суммами 32 267 рублей. Дальше, через год она получает предложение от банка ближайшей. Ей предлагают взять кредит уже гораздо больше, 2,5 миллиона, на гораздо больший срок и под меньший процент. Соответственно, исходя из него, можно расплатиться с банком соседней и выплачивать только уже новый долг банку ближайшей. Здесь надо разобраться в ситуации и понять, вот это предложение банка ближайшей является выгодным или нет. Ну, давайте посмотрим. Значит, если будет выплачиваться Верой новый кредит, то ее платеж будет, как по условиям мы видим, составляет 28 415. То есть, она будет платить меньше каждый месяц на сумму 3852 рубля. Дальше, при этом, смотрим, переплата банку соседней за 10 лет, чему будет равна, точнее, общий объем, да, сначала общий объем выплат банку соседней. Значит, если ежемесячно выплачивает она 32 267 рублей, 10 лет, то есть на 120 месяцев, мы получаем общий объем выплат банку соседней. И, отталкиваясь от изначально взятой суммы кредита 2 миллиона, находим переплату, которую она отдаст банку соседней. Теперь идем дальше, да, банк ближайший. Общий объем выплат по кредиту банку ближайшей за 15 лет составит следующую сумму, да, выплаты ежемесячные 28 415. 15 лет, это 180 месяцев, 5 миллионов 114 тысяч 700. При этом изначально сумма кредита 2,5 миллиона, то есть переплата уже составит 2 миллиона 614 тысяч 700. То есть, в итоге, вера заплатит банку ближайшей, если возьмет этот новый кредит, больше, да, на 742 тысячи 660 рублей. Соответственно, если у Веры есть возможность выплачивать ежемесячную банку соседней, где изначально она взяла ипотеку, 32 267 рублей, то ей не стоит соглашаться на новое предложение, потому что это увеличит размер ее общих выплат по кредиту. На этом мы заканчиваем разбор заданий и желаем всем участникам муниципального этапа успехов и прохождения на региональный этап.